ДИАЛОГ Если можно, коротко, в первых строках нашей программы, чем занимается молодая гвардия? Что это за организация? Это общественная организация молодых инициативных людей, которые хотят сделать этот мир лучше, у которых есть какие-то идеи, которые мы помогаем им реализовать, объясняем, как это делается, как пишутся проекты, как превратить свою идею, может быть, в мероприятие, либо проект, либо какую-то помощь. Ну, и в таком русле мы действуем. Это идеи какого толка? То есть это культурные, что это политические вещи? Это идеи, которые касаются улучшения жизни в городе. Ну, я могу сказать на примере, чтобы было понятно. Например, совсем недавно ко мне пришел парень, молодогвардеец, который просто посещал все мероприятия, ходил на субботники, был волонтером. И, конечно же, наша идея, чтобы ребята все-таки вырастали и готовили какие-то свои проекты, подавались на гранды, на заявки, на окружные какие-то мероприятия. И парень учится в СПК на программиста, и вот он пришел, вот у меня есть идея проекта, я хочу помогать людям с ограниченными возможностями и пенсионерам, помогать им с компьютерной грамотностью, справляться с госуслугами, Сбербанком онлайн и объяснять им, как не попасться на уловки мошенников. И мы объясняем, где можно это сделать, как это можно сделать, как можно связаться с ТОСами, где найти партнеров, где найти аудиторию, как оформить этот проект. И помогаем всеми нюансами в плане реализации этого проекта. Не так давно телерадиокомпания «Сургут интерновости» совместно с вами, мы, так сказать, поучаствовали в некой социальной акции, да, оказывали содействие в решении сложных жизненных проблем, возникших у людей. Знаю, что это не единственные примеры, да, вот с двумя женщинами, которые мы освещали, вот расскажите, может быть. Вообще проект «Я доброволец», он существует уже очень много-много лет. Года три назад, тоже «Сургут интерновости» снимал репортаж, обращалась в общественную приемную «Единой России» женщина, она попала в трудную ситуацию, она была сирота, осталась с ребенком на руках, ей выделили комнату, но не было в ней ремонта. И, конечно, то есть она обратилась, депутат выделил предметы для ремонта, и мы, вот скажем так, молодогвардейцы получали неформальные социальные практики, мужчины первый раз, некоторые взяли шуруповерты, вот, и оказали вот такую поддержку. Скажем так, это доброе дело, и если у ребят есть такая инициатива, мы пытаемся помочь. К нам обращаются с разными абсолютно вопросами, и сейчас истории с пенсионерами, просто мы увидели, что в этом реально есть проблема, и звонят со многих ТОСов ребята, звонят помощники депутатов, что вот к нам те обратились, эти обратились. Но, конечно, мы не хотим, чтобы это все приходило в такую какую-то разовую помощь, принесли, унесли, вот нам нужно денег, нам нужны памперсы, нам нужна еда. Мы все-таки пытаемся разобраться, как человек оказался все-таки в такой ситуации, почему он не обратился в социальные службы, потому что мы не можем брать на себя такую функцию в социальных служб, потому что есть инстанции, и администрация, и учреждения, которые этим занимаются. И мы все-таки пытаемся им их юридически проконсультировать, обратиться в те же самые службы, чтобы они уже взяли на контроль данных людей. А за судьбой их следите? Да, конечно. Ну, я могу рассказать различные ситуации, которые были. Ну, например, сейчас, которые снимали репортаж с женщиной, то есть мы держим руку на пульсе, то есть были фразы от сотрудников администрации о том, что будет выдана квартира, мы узнаем, то есть есть сроки, мы также прозваниваем, отзваниваем. Ну, вообще, как правило, скажем так, у каждого молодогвардейца или члена организации есть своя история, за которой он следит. И поэтому каждый, скажем так, берет на поруки себе двух-трех человек, понятно, что больше нереально осилить. И так же происходит, например, с многодетными семьями, когда мы ходим на акцию «Подари улыбку детям», ребята некоторые уже по четыре года закрепляют за собой адреса, в которые они ездят, там, каждый Новый год. И периодически интересуются, все ли там хорошо, как обстановка, и, скажем так, нас уже узнают, ждут, например, на Новый год, Дед Морозов и Снегурочек уже ждут. То есть мы уже видим, как дети эти вырастают некоторые даже. Это очень приятно. Еще один момент из вашей деятельности. Вы пару-тройку лет назад включились в борьбу против так называемых «черных аптекарей». Это организация, которая продает без рецепта сильнодействующие вещества, которые потом используются в целях получения, скажем так, удовольствия, сомнительного удовольствия, связанного с наркотическим опьянением. Ситуация действительно такая очень сложная и тревожная. Как вы считаете, удалось ли изменить или полностью справиться с этой проблемой? Полностью справиться не удалось, но значительно повернуть ее в другую сторону удалось. Проблема, которая была именно с вот этим зеленым коридором, когда вокруг аптек собирались просто стаи молодых именно людей, когда ночью они не давали людям прохода, когда они собирались в подъездах, то есть такой ситуации уже нет. Я буквально на прошлой неделе перед антинаркотической комиссией звонила жительницам, которые к нам обращались в общественную приемную с проблемой в аптеке на Губкино и спрашивала, как там сейчас стоят дела. То есть они говорят, да, уже нету таких столпотворений, контингент уже повзрослел, который туда ходит. Естественно, вот такой открытой продажи уже не ведется, аптека просто открывается по звонку. То есть уже не так, скажем так, нам удалось сделать, чтобы это не было настолько доступно, насколько это было. Естественно, у них есть свои механизмы, как они это продолжают работать, потому что здесь действительно в законодательстве есть, скажем так, загвоздка. Но, тем не менее, нам удалось донести до наших старших коллег эту проблему. Нам удалось донести эту проблему, то есть вынести ее не просто на муниципальный уровень. Нам удалось вывести эту проблему на регион, рассказать, узнать, где есть другие города, где есть такая проблема. Мы вынесли ее на молодежный парламент. Мы пригласили, то есть был видеоконференц-связь с заместителем губернатора по этому вопросу. И после чего как раз-таки началась активная борьба не только общественников, но и сотрудники администрации присоединились к этому вопросу. Я считаю, что работа была проделана колоссально. Останавливаться на этом ни в коем случае нельзя, потому что как только мы про нее забудем, все может восстановиться. Но мы донесли, что это действительно очень важная проблема. И сейчас, то есть на заседании антинаркотической комиссии мы увидели цифры. То есть насколько увеличилось количество человек, употребляющих психотропные вещества. И если их было в 2017 году ноль, то сейчас их 37. Мы увидели вот, то есть по статистике... Это только официальные данные. Это только официальные данные. То есть вот мы увидели. И если бы мы вовремя не стали бить тревогу по поводу этого вопроса, то неизвестно, какая бы все-таки была эта цифра. Я думаю, что и в разы больше. И спасибо, конечно, общественным организациям, которые работают над данной проблемой. Это и Возрождение, и Эдуард Генеттулин со своей командой, и Молдогвардейцы. И на самом деле очень радует, что очень много именно жителей города, которые волнуются, которые переживают, что происходит, им не все равно. И они готовы даже встревать в какие-то проблемы, бороться, скажем так, иметь... Это же сложная деятельность, тем более борьба с аптекарями. Мы же понимаем, что можно и последствия какие-то получить от своей общественной инициативы, скажем так. Поэтому, я считаю, удалось все-таки достичь многого, но останавливаться на этом не стоит. Вы на этом примере показали как раз уровень коммуникации между молодежным парламентом, молодежным движением и депутатами Думы города и региона. Есть ли еще подобные примеры взаимодействия между вами и депутатами? Ну, естественно, не все вопросы должны выноситься на уровень депутатов. То есть есть какие-то местные проблемы. Этой темой, естественно, она глубокая, и там уже с 17-го года, уже прошло два года. То есть, естественно, она имела вот такой вот уровень. Также была ситуация у нас, например, с концертами. То есть мы точно так же свой опыт рассказывали членам молодежного парламента. Это, скажем так, предупреждали, потому что Сургут все-таки это город передовой. Сначала все происходит у нас, потом уже добирается до других больших городов. И мы рассказали о том, как у нас произошла история. Мы, естественно, вынесли эту проблему на региональный уровень. О том, что если мы будем спускать все на самотек, то это может привести к общественным конфликтам, которые никогда не кончаются ничем хорошим. Какие-то инициативы или, не знаю, проекты законов Вы предлагали, которые в дальнейшем были поддержаны? Были проекты законов, как раз-таки касаемые внесения изменений в законодательство по части включения данных препаратов. Эта инициатива была. Ну, а вообще молодежный парламент, то есть каждый человек в основном берет себе одну инициативу, с которой он года два, три, а то и пять дальше в дальнейшем работает. Распыляться на многие темы, потому что в чем проблема парламентской деятельности? Изучить все законодательство, понять, где там погрешность, внести какие-то изменения, понять, что будет дальше после этих изменений, это объемный колоссальный труд, поэтому, скажем так, раз в месяц выдавать какие-то законотворческие инициативы, ну, скажем так, это очень сложно, и я сейчас не верю, что реально. Поэтому, ну, из города Сургута, насколько я знаю, вот наша инициатива была как раз-таки вот по этой тематике. Кто и как может попасть в молодую гвардию, что для этого нужно сделать? Мы общаемся с ребятами через соцсети, ну, конечно, указаны наши номера телефонов, то есть можно зайти в группу «Молодая гвардия Сургут», там есть памятка для новеньких, обычно нам пишут ВКонтакте, мы приглашаем на собеседование, человек рассказывает о том, какие у него интересы, что он хочет, чем он хочет заниматься, и после чего у него наступает испытательный срок, он, скажем так, принимает статус новенького, и мы приглашаем его уже через беседы на мероприятия, если человек активно посещает, посещает собрание, на собраниях уже он вливается в работу, не нарушает правила нашей организации, не нарушает устав, после чего ему выдается паспорт молодогвардейца, где фиксируются, там, рейтинги есть у нас молодогвардейцы, где фиксируются, какие он мероприятия посещает, какая у него активность, и когда мы отправляем ребят на какие-то форумы региональные, федеральные, то, естественно, мы открываем рейтинг и смотрим, кто из ребят, насколько активно себя проявлял. Также для ребят, особенно для школьников, например, это большой плюс, потому что все отметки из паспорта молодогвардейца мы отмечаем в Книгу волонтеров, потому что мы активные участники всех патриотических мероприятий, мы организовываем, вот у нас буквально сейчас 9 мая масштабный автопробег, 8 мая мы проводим перед 9 мая, то есть и ребята, которые посещают, помогают в организации, им еще такой, скажем так, бонус, это в Книгу волонтеров отмечается, где они могут иметь приоритет при поступлении в ВУЗы, то есть там дополнительные баллы к ЕГЭ. Ну, значит, писать в соцсети всем желающим, так получается? Да, группа «Молодая гвардия Сургут», есть в Инстаграме, но обычно мы так, то есть можно найти и нас, там, руководителей, Влад Разгуляев, Юлия Зайцева, написать в группе ВКонтакте, и это очень удобно. Ну, кто заинтересовался, пишите. Спасибо. Это была Юлия Зайцева, руководитель Сургутского отделения «Молодой гвардии Единой России». Программа «Диалог» на этом подошла к концу. Спасибо, что были с нами, всего доброго и до свидания.